В ДТП угодили сотрудники ГАИ. Их автомобиль улетел с заснеженной дороги в лес. Снимки этой аварии опубликовали в соцсетях. Произошло все около унечия, а пострадавших информации нет. На Смоленской трассе в районе поворота на Сельцо грузовая «Газель» зацепила два большегруза. Водитель «Газ-33104» не справился с управлением, выехал навстречу и столкнулся сначала с большегрузом «Мерседес», затем с таким же большегрузом «Вольво». Водитель «Газели» получил травмы и был госпитализирован. Владимир Путин наградил медалью за отличие в охране общественного порядка брянского полицейского Александра Трипузова. В 2011 году тогда еще лейтенант помог водителю вытащить из опасной промоины легковушку. Если бы не расторопность нынешнего капитана, машина могла бы скатиться во враг вместе с водителем. Брянск получил новую снегоуборочную технику от белорусского предприятия «Амкадор». Сейчас, по сообщению мэрии, на дорогах работают всего 74 машины. Этого катастрофически мало. Количество приобретаемой техники властями пока не сообщается. 18 декабря в Брянске состоится первый благотворительный фестиваль в поддержку приюта для бездомных животных «Второй шанс». Мероприятие «Хэппи-кэт» пройдет в доме номер 11 по улице Литейной с 12 до 21 часа. Организаторы отмечают, что главная цель предстоящего фестиваля – показать животных и дать шанс тем, у кого, казалось бы, меньше всего шансов стать домашними. Собранные по итогам акции средства пойдут на содержание и развитие Брянского приюта для бездомных животных «Второй шанс». 68 новых для территории видов лишайников обнаружили ученые в заповеднике «Брянский лес» за два года. В результате проведенных работ список лишайников заповедника достиг 166 видов. Лишайники играют важную роль в экосистеме. Субтитры создавал DimaTorzok